Уважаемые практики и интересующиеся, я рада приветствовать вас на канале жрица-креатор Фатум. Меня зовут Белая Надежда, а Гена это мое магическое имя. Я являюсь практикующим психологом, эзотерическим коучем, а на этом канале я выступаю перед вами как маг-креатор Фатум. И моя цель познакомить вас с простыми и действенными ритуалами колоды Таро-креатор Фатум. Ибо Таро это не просто гадание и предсказание. Кстати, если мы с вами рассмотрим работу с колодой Таро как пирамиду, то действительно на ее вершине как раз таки и будет гадание, предсказание. Следующий пласт это психология и философия. Третий пласт это исследование архетипов и энергетические практики. А вот четвертый это и есть магия Таро, то есть работа с морфогенным полем. И ведь действительно Таро это древнейший инструмент, это порталы. И чтобы проявить наши желания, наши намерения в действительности, нужно всего лишь знать, как воспользоваться тем или иным порталом, какой портал нужен для того или иного желания. И вот в этом я вам как раз таки и помогу, подскажу. Не столь важно, какой магической традиции вы относитесь и вообще имелся ли у вас раньше эзотерический опыт. Мы начнем от простого и пойдем более углубленно изучать магию Таро. Так вот, перед любым ритуалом практик, маг-практик готовит пространство тем или иным образом в зависимости от традиции. Я расскажу, как работаю я. Безусловно, атмосфера, особенно для нас, женщин, очень важна. И здесь нам с вами в помощь свечи, благовония, самоцветы. Ну, в общем, все то, что поможет нас настроить на соответствующую цель ритуала. Какие это будут свечи, благовония, самоцветы и что еще нам понадобится, я вам буду каждый раз подсказывать и рекомендовать. Ну, не переживайте, это будет все очень просто. Вы многое найдете в магазинах эзотерических, либо, может, изготовите сами. Ну, так вот, кстати, сейчас я поделюсь с вами простым упражнением, которое рекомендую делать всякий раз, вне зависимости от вашей традиции, ибо это поможет вам создать энергетический настрой, создать энергию и сфокусировать ее четко, в цель. Для этого перед каждым ритуалом включайте спокойную музыку, которая поможет вам настроиться на волну расслабления, то есть нам нужно с вами расслабить вот эту мешалку, которая у нас в голове порой работает, мысли, то есть, как говорят психологи, эзотерики, войти в альфа-состояние. Для этого нужно глубоко, медленно дышать, дыхательное упражнение нам с вами в помощь. И следующая практика визуализации. Выполняется она стоя. Закрываете глаза, начинаете дышать медленно и глубоко, слушаете музыку и представляете, как из ваших стоп начинают расти энергетические корни в недра земли. С помощью дыхания помогаете этим корням углубляться, распространяется шире. И в один момент вы почувствуете внутренний импульс, который скажет вам о том, что вы достигли самого сердца. Мы будем с вами напитываться энергией богини, энергии инь, энергии земли. И далее на вдохе вы начинаете эту энергию поднимать и пропускать через свое тело. Вы можете увидеть ее, как светящиеся золотые потоки или какие-то цвета охры, красные, желтые, оранжевые. В любом случае, все это правильно, это ваша картина мира. И позвольте этой энергии не спеша и плавно заполнить все ваше тело, начиная с кончиков ног и поднимаясь все выше и выше и выше, проходя через все энергетические центры. И пусть она выйдет фонтаном через вашу макушку. И прям почувствуйте, что это за энергия. Энергия богини, энергия земли, энергия жизни, женская энергия, напитаетесь ею. Вот эту визуализацию, практику рекомендую делать одну-две минуты, в зависимости от ваших ощущений. А далее вы представляете луч космической энергии. Это энергия бога, янская энергия. Она очень активная. Вы можете ее визуализировать как энергию серебряного цвета, либо какого-то цвета. Индига бывают видеть, синие, голубые, какие-то вот такие тона. Точно так же позвольте этой энергии войти в ваше тело через макушку и наполнить каждую клеточку своей энергией. Особо чувствительные прямо ощутят, да, насколько эта энергия отличается от женской энергии Земли. И пусть эта энергия поработает с вашим телом, пропустите ее через себя и выпустите обратным фонтаном через стопы ног, обратно в космос. Тоже делаем около минуты. Далее, одновременно представляете, как оба этих потока входят в ваше тело, в результате чего получаетесь именно вы. То есть каждый из нас несет энергию и женскую, и мужскую энергию, и богини, и бога. Ну, в этом воплощении мы просто имеем определенный пол всего лишь. Так вот, когда вы эти энергии внутри себя отцентрируете, представьте, как из центра вашей груди начинает распространяться яркий свет. И вы оказываетесь в неком таком шаре. Вот эта сфера, вот этот шар и есть ваш храм, в котором вы будете творить тот или иной ритуал. После ритуала, когда он закончен, вы этот шар обратно всасываете в себя, благодарите пространство, и все, идете, занимаетесь своими мирскими обычными делами. Все очень просто. Вот. Поэтому, мои дорогие, мои волшебные, приглашаю вас присоединиться к ритуалам Креатор Фатум. Субтитры сделал DimaTorzok